Здравствуйте, дорогие друзья! Портал exeged.ru отвечает на ваши вопросы. Вопрос очень серьезный пришел. Почему в православии создан культ священника? Зачем из него сделали наместника Бога на земле и небожителя? И правда, зачем? Сам не могу понять. Священник, он именно служит Господу Богу, и он не должен быть никаким наместником и не является наместником Бога на земле. Его задача — не заслонять с собой Господу Бога. При этом, безусловно, священнослужитель ему оказывается почтение, как пишет апостол Павел, «Каждый должен разуметь нас как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих». И еще апостол Павел пишет, «Также младшие, повинуйтесь пастыре, все же подчиняясь друг другу». То есть понятно, что младшие подчиняются старшим. Так было всегда. Это касается не только церкви с ее священной иерархией. Но вопрос именно про культ священника. К сожалению, такие случаи бывают. Чаще всего это связано с теми священнослужителями, которые, правда, живут святой жизнью. И люди, как говорится, в своей любви к священникам растекаются в берегах и, к сожалению, нарушают заповедь нестарисия кумира. Если священник и правда стремится жить, как описал апостол Павел, смотрите, как он пишет, «Таков и должен быть у нас первый священник, святой, непричастный к злу, непорочный, отделенный от грешников, превознесенный выше небес». Если священник во всей своей полноте старается подражать Христу, и он, правда, святой, непричастный к злу, непорочный и так далее, как и Христос у нас, то, конечно, к такому люди будут стекаться грешники за помощью, воодушевляясь святостью священника и так далее. И, к сожалению, многие будут нарушать заповедь нестарисия кумира и будут делать из этого священника кумира. Впрочем, есть и обратный эффект. Когда мы вдруг узнаем, что какой-либо священник поступает неблагочестиво, то тогда все говорят, что все священники плохие. Поэтому нужно выдержать золотую середину и священников не делать культа, и понимать, что священники, они служащие, и просто оказывать им как служащим почтение, но при этом, если вдруг мы узнаем, что священник какой-то нерадивый плохо поступил, то не нужно с этого момента не уважать все священство в целом. Согрешил человек, помолимся за него, чтобы он побыстрее встал. Так что не будем творить себе кумира, но и не будем осуждать. Помоги Господь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!